Так, друзья, всем привет! У нас сегодня, короче, одно событие за другим. Пока с этим справились, сейчас нам надо наготавливать пол на щелевых полах сарай. Потому что уже дальше терпеть никуда. Тут они уже не вмещаются, в сарае душегубка. И надо максимум, максимум, побыстрее убрать, наготовить цей сарай и выкачать. И переводить их сюда. Но это мы сегодня прям не сделаем. Но сегодня занимаемся подготовительной работой. И надо поставить сейчас перегородку. Ось она. И начинать трошки обмесать, белить, вимивать щеля на одной половине. Потом их уберем на другую половину. А тут все на готовом, выкачаем и переведем тих. И также у нас сегодня звонил мне человек. Він той раньше звонил, не знаю, сколько недель назад. Он хочет купить свинку, Линду на Дніпро. А он сегодня звонил, подтвердил. Каже, приеду, думал до Нового года, но приеду після Нового года, туда числа 5-10 и забере Линду. А нам как раз хорошо. Я думал 4-х оставлять, 3 кабанчика и 1 свинку. Я как раз 1 свинку оставлю Линду. И Линда поедет в нас на Дніпропетровск. И также я своих свиноматок, Эфок, когда я купил своих Эфок, я своих свиноматок вакцинирую. Після того, как купил Эфок. Бо мне сказали, Эфок обязательно вакцинируй. Бо они из комплекса вакцинированы. То есть их надо вакцинировать. А я беру дозу на, то есть вакцину на 10 доз. А у меня всего, грубо говоря, 5 свиноматок. 5, да? 2 Эфки, Нюрка, Киевлянка, Обязянка. 5 свиноматок. И еще 4, получается, дозу. У меня их буду просто выкидывать. А так я провакцинирую сразу и Линду. Он то еще этого не знает. Ну, теперь будет знать. Может, посмотрите этот ролик. То есть забере и Линду. Сейчас будем как-то ставить перегородку, чтобы их подвинуть в одну половинку. А там я буду обмотать, наготавливаться. Так что у нас сегодня и вакцинация. Ну, вакцинации я показывать не буду. Там ничего такого нема. Таких здоровых шприцек. И резко с разгону штрикаешь ее и все гну. Ну, то есть уже наработано. Я шприцы заказал усилені. Потому что и также под окалюю от проглесогоню других поросят білих. Что, поперхнулось? Так, теперь что? У нас тут уже сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. 8 штук. 8. Голов осталось. А я не помню, последний ролик делал 10 было голов. А сейчас осталось только 8. Ай, не шипи. Вика, ты иди в этот угол, в этот, где? Татуя, а не тебе, в твоей, вона встала и дверь, вставай в этот, дай, они не мешатим тебе, они уже просто боятся, я с веревкой заходу, и они уже знают, что они куда-то исчезают, следующая сейчас пиде осяця, по-моему, завтра ося, а потом після завтачек осяця, и так оставим, я скажу, только три кабана и линду, сейчас я ставлю ось сюда перегородку, чтобы тут она вести порядок, повиметаем по-белым, плиты вымыем, а потом я их сюда и опять перегородку тут, она готовится и перегоним тихо, так вам все понятно, сейчас буду пробовать ставить перегородку, как они находятся, может они их тебе дать, и они будут до тебя все идти за виником, на, о, они, иди сюда, ты вот так мотеляй типа виником, они побачить, ось линда, он, о, 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 и хай они идут до тебя типа я, а я сейчас резко перегородку, так, а ну тихо и выходить нельзя, вы шо, давай туда, бежи туда, бежи, 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 вот так, вот, вот так, давай, 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 уходим, уходим, вот так, о, и вот так, раз, сейчас мы стружки дальше зробим, так, о, сейчас, вот есть, и теперь вторая половина, давно я и не ставил, ой, вот так, там залез во-первых, все, 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 так, текают, текают, как, как, сейчас сейчас, надо равномерно ставить Ага, что выгнул, смотри, кто туда в угол отходит. Ну щас я молоток возьму. Чуть-чуть арматурка выгнулась, а так будет получше. Щас я возьму арматуру, монтировку, хорошо посадим все. Ну монтировки рядом нема уголком. Так, что тут у вас? О, все, а тут, воно там чуть-чуть выгнулась арматура штырь у меня. Видать, у нас давно перегородка валяла, где попала. Тута все у нас, все, о, от тепер. Ну их так и выводить хорошо, маленький раз. Ну да, они ж пока тута будут. Все, а то ж мне писали. А как же ж ты будешь убирать? Вони там, ось так, ось они отгорожені. Мы сейчас все водой тута зальем. Воно все провалиться. Вичистим, вимием. Стяни повимиваем, розмочим. Так же побелку. Ну побелку я не знаю, чи белить надо, бо воно, получается, они что не терлися побелку. Воно побелено просто, чтоб пыль. Вот, бачите, пыляка. Пыляка. А такого страшного тут и ничего и нема. Вот так, вот так. О! О! А они уже и забыли, что тут перегородка у них стояла. Хотя это было недавно. О! А так вот. И не надо ничего. Может и белить. Ну, может так и депо подбеливать. А так же, дивися. Красотичка эта. Пожалуйста. О! Все. Не, подбелить надо будет трошки, но не сильно. Так, обновить, да? Да, да. Ну да. О! Пожалуйста. Подбелка прямо на глазах. Со слезами на глазах. Пожалуйста. О! А так вот. И потом мы ту половину другу так само уберем всю. Вот. Тут, бачите, слухо, пыль летает. А туда? В ту половину. Не зайдешь, заходишь, душегубка такая. Прям дыхать нечем. Витяжок нема. Їх багато друг на другом. Вони виростуть. И мы решили, что давай не тянуть резину. Давай туда убираем. Цих сюда. Викачаем. И потом тих сюда. Бо уже дальше ждать нечего. Вот. Вот это. Они ее могут поднять. То у меня тут просверлены такие специальные дырочки, куда можно закрутить болт. И они ее не поднимут. А вот. 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 Надо все виметать. Надо стремянку сюда нести. Короче. Вот так. Корхера у меня нет. Кто спрашивал, как я буду мыть полы. Вот. Размачиваемся шланги. Раза два, три. Может четыре. Может пять. Ну, как размочиться. И просто вот такой жесткой зеленой метлой. Вот она. Ну, такая жесткая. Просто потерла. И оно все проваливается. И чисто-чисто плита. Да. Корхером лучше. Корхер мы купим обязательно. Ну, просто, что не сейчас мгновенно. Купим. Я думаю, купим со временем. И также я что жалею. Как бы это я уже понял. Я и думал. Я просто и сказал раньше. Думал делать. Что надо было мне делать. Как щелевый пол. То надо было, допустим, в этом районе. Или с той стороны трубу сделать. Чтобы если машина приедет выкачивать. В трубу сунули в яму и выкачал. Ну, к примеру. А так мне надо снимать плиту. Да. Я то сейчас плиту сниму. Тут пусто будет. Ничего не мешает мне. А как те поднимутся 22 штуки. Они же растут намного больше. То есть мне будет неудобно. Я то и придумаю вместе с ними. А так, допустим. А ну, текайте. Давай. Ось, к примеру, я так открыл. Тут у меня тоже будет перегородка. О, это тут поставил все. Зафиксировал. Плиту отвинув там на атак. Сюда наверх. И качай. Я то так и сделаю. Ну, просто. Это неудобство. А кто думает. Робит соби так само. Робит сразу, чтобы снаружи. Машина подъехала. Ассенізатор. Вы всунули сбоку там. Все. Він до дна, не до дна. Вам там месяц-два пока перебут, чтобы добирать их на мясо. Если не хватит. Бо у меня. Эти намного лучше ростут. Эти все, что новая партия. Я думаю, нам придется выбирать именно в то время, как они еще будут все тут. Ну, а так вот так. Ну, конечно, удобно. Хорошо. Мне вот эта щелевиполица просто красота. Из красот. Дуже удобно. Вся семья для нас это щелевиполица все. У нас щелевиполи. Дуже удобно, комфортно, классно. На новом сарае нам щелевиполи не надо, мне писали. На новый сделай. Мне там не надо щелевиполица. Там свиноматки, там не так много отходов от них. И поросята. Поросята лучше, как на ровном получен, на таких щелевиполица. Может, надо им щелевиполица? Ну, пластмассовый. Ну, я этого делать не буду. То есть, вот так. А тут у нас... Вот тут, а трошки... Выйдох уже. Вот это мы открываем. Тут открываешь, парилка идет. Пар такий, сюда зайти не возможно. Заходишь сразу, кашлять, душе губка. И вот это им тоже оно так само дыхает, как и нам. Поэтому это же их быстрее отсюда, потому что они друг на друга сидят. И ростут хорошо. слава богу что так растут и едят хорошо ну просто что надо их уже отсюда убирать маленькие наши вроде бы понос прекращается стабилизируется едят хорошо я им насыпаю предстарт они еще пока предстарт ничего не бодяжем не мешаем то есть вот так вот ждем не дождемся чтобы быстрее туда а воно еще сейчас одна за одной режим одна за одной режим и и реализация отправка фасовка сами так быстро вот я дивлюсь как вики за одну там в нас вечера начинает там распределять кто что по заказу и люди что плачут там то я можно то добавить а ты убавить ты надо ты не надо сало так или то скише и отца куча людей о так это сам целый вечер вот такая голова у моей женки но и тем не менее в ней навык есть она реализатор и сколько год проработала и в нашем магазине реализаторами до нашего магазина она была и у своей мамы сколько век год 10 год то есть не и оце навык есть тут не так про не каждый справ я скажу что это кто и надумает взяться за все это тоже тяжело это все раз рассортировать и заказы распределять потому что людей багато 4 галяшки а есть что 10 людей заказал вроде бы и мясо есть и сало той бы людей не отправить галяшки не хватает тоже якусь договоримся ну там уже ну вроде бы все нормально все все всем все отправляем и где очередь и где не забыли ну незаконно забуду да яду я не думал что так будет багато заказ ну заказе це просто я даже надо будет посчитать сколько их сотен и вам потом сказать ну тут уже недовго осталось а я думаю туда сюда и конечно весь месяц еще больше напряжение напряжение постоянно робим 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 а тут еще ось что уже тут а дальше ты же сказал буду строить я говорю ты не будешь строить ну да мне я веке кажется буду строить кажу я кажу я что там залезал а потом занимается ангаром она не не ангар бросай давай заниматься только цим бо ты не сможешь а я думаю что вновь действительно недостроек и сейчас мы вышли убирать ту же половину все наводить там порядок и цих открыли тут а пообирали бо им надо чистить раза четыре в день и короче это так сейчас позвоню это мы сегодня уже все подправляли там багато делов зробили и приехал еще человек тоже заказывал с харькова мясо и сало он приехал мы его встретили отпустили и он уехал ну короче вот так и также спрашивал меня по зерну по зерновой группе как я купляючи свои поля полей у меня своих нема техники нема ничего нема я все купляю но купляю по сезону как иди уборка но тогда трошки дешевший тем более если берете богатенько можно договориться дешевше мы взяли цего больше чем 50 тонн и так же мы спрашивали где ты держишь 50 тонн у меня тут а забить у бигбеги оцей вагон было там у бойнину там уже забрали в гаражі еще трошки есть бигбеги так же пойдемте покажу и сам заодно гляну что там мы еще не съели я ось еще столи разобрать не николы ци козлики до фермы варил оцей вагон же полный там кто полный мы робили специально для зерна бетонировали обшивали низ металом чтоб миши опускали чтоб миши не лазали запаха мишей вообще не могу он пакетики лежать бачите нет нема мишей все теле пакет а шутся доски чё на грязь и боги это на клетке не ось а то ряд не был царядь был ось покажи як мы храним ося тут а 18 тонн пшеницы пшеница девицы к пшеница как слеза оця пшеница первая партия это было у нас по-моему 25 тонн чи 23 что-то такое оце оця по-моему даже кто нам робил экспертизу оцей пшеницы и той со старого алексей c другого сорта пшеница он сдавал свою и мою брав два образца цю и еще там есть и кажется вторый сорт ну хорошая пшеница и можно и на муку ну а та хуже ну я ту первую даю а ця и дальше то есть оця у меня такая еще есть в гараже там не знаю тонн шесть наверное 7 вот эти две сварки гавкнуло на ангаре вот эти две там вентилятор полетел там еще что-то их надо робить это был перепад электроэнергии тогда оно все началось и а мы не поймем что так и думал с сварками проблема и короче сварки две навернулась одна сварка то что мы варим вона тоже навернулась а просто там вентилятор навернулся вентилятор я заказывал привезли я его поставил и роби нормально по цей день там маленькая ну вот ангара тут будет и тут аж так же коли мы зробим ангар вот мы уже зробили ангар все нормально и тут у меня получается отделенный таки типа маленький дворик ося тут мы на основной дворце хвост двору со основной двор там как заходишь в дом с передних ворот а то мы на задние ворота и вот отута до ангара мы тоже хочем сделать тут яку из такую беседку поставить порядки понаводить все тут поменять забор и забор тоже хочу по периметру поменять но просто частями постепенно и будем тоже наводить порядки тут постепенно уже як тут а все достроимся короче атак может не надо было три дерева тут садить да что-то мы посадили ну если что пересадим ну да если что пересадим ну короче так ось уже поварене профильки на не на низа ферм шо надо прогонять надо поварить покрасить ну короче цем всем надо заниматься ну цель доробим с тюленями разберемся а потом уже этот я пи дальше ролик бы снимал бы вам там том сарае ну хай уже потом бояться будут а поразмачим все и пиду вакцинировать усых линду провакцинировать и буду от глистаковать оцем этим а це десь час який пида сейчас воно так бігатимуть каждой клетки то есть надо не спеша постепенно постепенно и короче вот так так что всем спасибо за внимание до следующего выпуска пока а